В 14-м туре чемпионата страны по футболу команда установили рекорд результативности. Составы Жлобинского металлурга и хоккейного клуба «Гомель» претерпели значительные кадровые изменения. Очередной тур чемпионата города по пляжному волейболу собрал в «Гомеле» 12 команд. Второй круг чемпионата Беларуси по футболу начался с рекорда Голевого. В семи матчах команды забили на всех 25 мячей. Такой результативности в нынешнем сезоне наблюдать еще не приходилось. Скромнее всех были Новополоцкий, Нафтан и Минск. Исход игры решил один мяч, забитый минчанами. Микошевичский гранит обграл на выезде Витебск 3-2. Брестская «Динамо» победила торпеда «Белаз» 2-1. Столичная «Динамо» и «Солигорский шахтер» с одинаковым счетом 2-0 были сильнее, соответственно, Слуцкая и Гродненского немана. Настоящая голевая феерия случилась в Мозыре, где славя принимала боте. Действующий чемпион победил со счетом 5-3. Менее результативным выдался матч «Гомеля» и «Бобруйской белшины». В первом круге гомельчане на своем поле обыграли «Белшину» и вправе были рассчитывать хотя бы на один зачетный балл и в гостевой встрече. И начало игры обнадеживало. Уже на второй минуте гомельчане открыли счет. После передачи Алексея Теслюка отличился Геннадий Близнюк. Спустя несколько мгновений Теслюк уже сам мог стать автором гола, однако пробил выше ворот. Хозяева быстро восстановили паритет. Спустя 7 минут дальним ударом Сергей Рожок сравнял счет. А на 25-й минуте преимущество хозяев удвоил Илья Голюза. Дальше игра проходила, как говорится, на встречных курсах. Команды в обороне не отсиживались. И в итоге активная игра привела еще к одному взятию ворот. Сергей Рожок установил итоговый результат 3-1 в пользу «Белшины». Сейчас в чемпионате наступил перерыв до 8 августа. Однако без футбола болельщики не останутся. Боте, столичная «Динамо» и «Шахтер» проведут матчи в Еврокубках. А на внутренней арене пройдут игры Кубка страны. Далее о футбольных баталиях местного значения, но от этого не менее жарких. На протяжении полутора месяцев в областном центре проходили матчи розыгрыша Кубка города Гомеля. Участники турнира – команды предприятий и организаций учебных заведений. На старт турнира вышли 16 дружин. До финала добрались Гомсельмаш и действующий обладатель Кубка – агрокомбинат «Южный». На искусственном газоне стадиона «Сдюшор-8» соперники разыграли трофеи 2015 года. Коротко о командах. Гомсельмаш – клуб с богатой историей. В этом году выиграл Кубок Гомеля и стал вторым в чемпионате областного центра по мини-футболу. Но агрокомбинат «Южный» – неоднократный победитель Кубка города по футболу, в том числе и обладатель трофея на протяжении последних двух лет. И ожидаемые игроки в сине-желтой форме со старта старались построить игру первым номером. Гомсельмаш же уплотненно оборонялся и искал счастье в контратаках. Причем успешно. В очередной раз, отбив на бег «Южан», сельмашевцы передали мяч вперед Алексею Помочтову. Тот, подгоняемый двумя защитниками, устремился к штрафной и открыл счет. Вскоре ему же предоставилась возможность удвоить преимущество своей команды. Выход один на один с вратарем и дуэль осталась за голкипера. Но ценой назначенного углового, исполнение которого и привело ко второму взятию ворот «Южного». В этот раз автором стал Андрей Лось. 2-0 в пользу Гомсельмаша – такой не совсем ожидаемый итог первого тайма. Я считаю, что на самом деле в финале играли две команды, которые этого заслужили. Не в обиду, скажем, мы реализовали моменты, а у команды процевника с этим были проблемы. Во второй половине встречи «Южане» усилили натиск. Аной понятно, надо отыгрываться. К тому же теперь они играли по солнцу. Все обострявшиеся атаки, наконец, вылились в гол. Интригу возродил Артем Клоп. Вскоре при его участии мяч снова оказался в сетке ворот «Южного». Но произошло это с нарушением. Гол не был засчитан. А за три минуты до окончания основного времени матча снова дала сбой обороны «Сине-Желтых». Автор первого гола Алексей Помочтов словно налегке прошел по флангу и отдал в центр на Николая Колоша. Тот также налегке забил третий раз номинальным гостям. К их чести, даже после этого они не сложили руки, а точнее ноги, и до последнего старались исправить ситуацию. Приблизиться удалось в добавленное время. Олег Новиков замкнул головой пас партнера и сократил счет. Но оставшегося времени не хватило, чтобы зацепиться за ничью и перевести игру в овертайм. 3-2 победа «Гомсельмаша». Я считаю, что встретились в финале две равные команды. В принципе, в финальных играх таких, оно так и бывает, что немножко удача, немножко у одна команда удача, у другой невезение. Но я считаю, что мы немножко неправильно тактически сыграли, понеслись вперед, хотя мы были не настолько готовы, чтобы в таком темпе продолжать игру. Вот, ну, вследствие этих ошибок. Ну, как в футбол чего и складываются ошибки, голы. Вот. Допустили немножко больше ошибок, чем соперник. Плюс реализация хромала. Все по делу. Игра была тяжеловатая такая. Первый тайм, скажем так, нам более-менее удался. Второй нам было тяжело. Команда Южного Агрогородка более опытная, более подготовленная. Нам тяжело было, но все-таки мы выстояли в конце и забили третий мяч, который много решил. Ребятам могу только сказать большое спасибо, что играем за идею, скажем так. Сейчас тяжелая ситуация, но ребята собираются чисто за коллектив, за честь, сами за себя. То есть молодцы. Лучшими игроками в составах команд были признаны Артем Клоп и Александр Булыгин. Но обладателями почетного трофея заслуженно стали футболисты Гомсельмаша. Таким образом, они прервали гегемонию Южного в Кубке города Гомеля по футболу. Лучшим бомбардиром турнира этого года стал Алексей Помочтов, забивший семь мячей. На один гол меньше у Сергея Заболоцкого из агрокомбината Южный. Тем временем уже стартовал чемпионат города Гомеля. В турнире принимают участие 12 команд. Матчи проводятся по круговой системе. От футбола перейдем к делам хоккейным. Клубы Гомельской области уже ведут усиленную подготовку к сезону 2015-2016 годов. Вот только узнать их сейчас довольно сложно. И Гомель и Жлобинский металлург будут сражаться за Кубок Солея в измененных составах. Начиная с того, что у обоих клубов теперь новые главкомы. Рыси тренируются под руководством Андрея Сидоренко, а остальные – «Волки» и Андрея Колесникова. И непосредственно на лед в этом сезоне выйдут изменившиеся составы. Пятеро хоккеистов, получившие весной квалификационные предложения от металлурга, но не заключившие соглашение, покидают расположение клуба. В их число попали голкипер Артур Лукьянов, защитник Александр Захаренко и Сергей Марковский, а также нападающие Роман Магдеев и Кирилл Никулин. Ранее из Жлобина уехали еще двое хоккеистов – Александр Романов и Егор Егоров. О Гомеле вовсе покинули яркие имена. Защитники Юрий Наваренко и Никита Устиненко, нападающие Артем Башко, Павел Куцевич, Сергей Воронин, Артем Каркотский, Александр Качан и Кирилл Брекун. Вратарь Игорь Брекун вновь попытает счастье на российских хоккейных просторах, но пока тренируется с гомельской командой. Многоопытный Сергей Стась, завершивший карьеру игрока, вошел в тренерский штаб клуба. Из игроков, пополнивших состав Рыси, хорошо известные местным болельщикам Юрий Ильин, выступавшие ранее в составе «Гомель-2» Роман Калинчуков, Константин Базылев и Андрей Перегуда. В расположение «Гомеля» прибыли два российских хоккеиста. Новый защитник Александр Остраухов выступал в таких командах, как «Салават Юлаев-2», «Автомобилист», «Медногородский металлург», «Молот Прикамье» из Перми. Его коллега по амплуа Сергей Стиценко становился серебряным призером МХЛ 2013 года. Естественно, на этом селекционная работа не закончена, а тем временем старт сезона довольно близок. Впервые на лед команды выйдут в розыгрыше Кубка Салея, который стартует 7 августа. 12 клубов экстралиги были разделены на две подгруппы и проведут между собой однокруговой турнир. По его результатам определяют четырех участников финальной стадии. «Металлург» проведет борьбу за выход в решающий раунд с «Шахтером», «Неманом», «Химиком Ска», «Лидой» и «Динамо-Бобруйском». Во второй подгруппе сыграют «Гомель», «Юность», «Динамо-Молодечна», «Витебск», «Брест» и «Могилев». Первый официальный матч сезона «Стальные волки» проведут дома против новичка экстралиги «Динамо-Бобруйска». Хоккейный клуб «Гомель» в первом матче на выезде сразится с «Брестом». Первая ассоциация, которая приходит на ум при слове «лета» – это солнце, жара и пляж. А если добавить в этот ряд еще и спорт, то вполне может получиться пляжный волейбол. Согласитесь, сложно найти более летний вид спорта. Правда, небесная канцелярия не всегда благоволит пляжникам. Очередной тур чемпионата «Гомеля» прошел при погоде, мало похожей на летнюю. Куртки, спортивные костюмы, одежда не характерны для пляжного волейбола. Однако любителей этого вида спорта такая погода не пугает. Тем более, что и в предыдущие годы лето не всегда баловало жаркой погодой. Главное, чтобы был песок, натянутая сетка, мяч и хорошая компания. На пятый тур чемпионата города съехались 12 команд. Организаторы отмечают, в солнечные дни участников бывает и больше. Однако среди тех, кому ветер и накрапывающий дождь не помеха, только настоящие фанаты. На сегодняшний этап единственное, что подвела, конечно, погода. С утра пугал некоторых людей дождик. А вот приехали даже три команды, даже две с половиной, с города Бобруйска к нам сегодня поиграть. И в числе тех, приехавших из Бобруйска, есть и чемпионы Республики Беларусь, и даже призеры международных соревнований. Турнир проводится уже более 10 лет. В принципе, принять участие в нем может любой желающий. Соревнования носят статус любительских, однако профессионалы также не обделяют их своим вниманием. Для них это в первую очередь хобби и отдых, а уже после своеобразная часть тренировочного процесса. На песке есть возможность отработать навыки, которые после пригодятся на паркете. Потому что отличия между пляжным и зальным волейболом разительны. В пляжном играть приходится вдвоем, отсюда и высокий темп. Пляжник должен быть универсалом. Подстраховки ждать неоткуда, потому надо уметь все. И защищаться, и атаковать. Да к тому же и песок не самое удобное покрытие для перемещения и прыжков. Это хобби в первую очередь. Во-вторых, это развлечение. Каким бы там ни было, это спорт. Это всегда интересно. Здесь друзья, веселье, волейбол. Попробовав свои силы здесь, почувствовав спортивный азарт, некоторые участники чемпионата Гомеля подаются в профессионалы, заявляются на соревнования рангом выше. Республиканские и даже международные. За счет того, что ребята начали активно принимать участие в чемпионате страны, соответственно, уровень команд в стране совсем другой. И за счет того, что участвуем, растет свой уровень. И, соответственно, чемпионат города тоже за счет этого прибавляет. Это подготовительный этап, такой тренировочный вообще и в целом игровой. То есть игровая практика, приобретаемая здесь, в последующем может помочь играть в стране. И дальше на международных турнирах, которые проводятся на Минском море, Гомель пытаются организовать. Завершится чемпионат Гомеля по пляжному волейболу в августе. Командам осталось провести еще два тура. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова